МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В составе организованной группы в период с мая 2023 года по январь 2024 занимался незаконным производством наркотических средств. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий была ликвидирована подпольная нарколаборатория. Из незаконного оборота изъято более 4,5 килограммов наркотических средств, почти 29 килограммов прекурсоров наркотиков, а также высокопроизводительное лабораторное оборудование. Уголовное дело в отношении соучастников преступлений выделено в отдельное производство. Уголовное дело направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу. С 24 по 27 апреля проходит 7-й ежегодный автопробег Росгвардии вахта памяти сыны Великой Победы. В этом году конечная точка маршрута автопробега Росгвардии вахта памяти сыны Великой Победы – город Осташков Тверской области, где в октябре-ноябре 1941 года 249-я и 27-я дивизии войск НКВД вели тяжелые бои. В составе экипажей – сотрудники военнослужащей Росгвардии, ветераны различных служб ведомства, деятели культуры и искусства, представители общественных и спортивных организаций. Старт автопробегу был дан в Москве в Центральном округе Росгвардии. Следующим пунктом назначения стал Ржев. У мемориала советскому солдату состоялись торжественные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии, участники акции, возложили цветы к мемориалу, провели встречу с учащимися специализированного класса Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации из школы номер 3 города Ржев. Я сам заканчивал свое время Суворовское училище и знаю, что такое кадетское братство. Наверное, основное – это дружба, взаимовыручка. Это очень важно, чтобы вы дружили всю свою жизнь, не только на школьной скамье, поддерживали отношения, поддерживали друг друга. Автопробег Росгвардии – это один из эпизодов масштабной системной работы ведомства по подготовке к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Личным составом Росгвардии совместно с ветеранским активом на постоянной основе осуществляется шефство над ветеранами, проводится военно-патриотическая работа среди молодежи, облагораживаются воинские захоронения и братские могилы. Оказывается, содействие поисковым отрядам по поиску погибших и пропавших без вести воинов и установлении их имен, поиску родственников. Эта работа приносит конкретные результаты. Так, весной прошлого года в районе деревни Рвиница Осташковского района Тверской области были подняты останки 58 воинов, погибших в ходе ожесточенных боев. В их числе сотрудник правоохранительных органов Семен Агеевич Мородченко. При содействии Росгвардии были найдены его родственники. Чтобы почтить память героя из Барнаула и Москвы, приехали внучка и правнучка павшего бойца, которые приняли участие в автопробеге Росгвардии. Следующим пунктом назначения автопробега Росгвардии стала деревня Дунилова Ржевского района, где развернут лагерь поискового отряда «Пионер». В отряде собрались люди с большим опытом практической поисковой работы, разных профессий, объединенные одной благородной целью – поиском и установлением имен погибших в годы войны. В рамках автопробега в деревне Замошье в Тверской области участники провели работы по благоустройству воинского захоронения бойцов 249-й дивизии войск правопорядка, погибших в боях с фашистскими захватчиками возле Селигера. Их останки подняты в разные годы и захоронены со всеми почестями. Наступили такие очень волнительные дни, когда известие пришло от поисковиков о том, что подняли захоронение, неучтенное госпитальное захоронение, где подняли бойцов Красной армии. И среди них находился мой дедушка Мороченко Семен Агеевич, который умер от ран 12 мая 1942 года в этих местах под Осташково. В ближайшее же время, в этот же день, буквально спустя несколько часов, на меня вышли уже представители Росгвардии, которые вот и взяли шефство над этим захоронением. Постоянно держали меня в курсе последних событий, и какие-то последние новости появлялись, то есть узнавали в ежедневном режиме. Мне сообщали об этом, передавали. Благодаря тем людям, которые сделали такое большое дело, конечно, это вот просто не высказать ничем. Я вот даже не знаю, какие сейчас чувства меня переполняют. В рамках автопробега для жителей Осташково прошел концерт патриотической песни и футбольный матч между командами Управления Росгвардии по Тверской области и местной командой «Селигер». Матч посвящен 82-й годовщине легендарного футбольного матча «Динамо-Ленинградский механический завод», который состоялся в блокадном городе в мае 1942 года. Решение о его проведении было принято командованием с целью поддержать моральный дух жителей, а врагу продемонстрировать, что, несмотря на блокаду и арт-обстрела, город живет и не сдается. Очень приятно, что Росгвардия поддерживает не просто сегодняшний матч, а все, что происходит здесь, в Тверской области. Очень приятно, что есть неравнодушные люди, что поддерживают, и что спорт рядом с вами. После матча участник автопробега Вячеслав Чанов провел мастер-класс для жителей Осташково, любителей футбола.